итак третья лекция по интернету вещей вот она посвящена человекомашинным интерфейсом человека компьютерному интерфейсу вот и первым делом напомню что в себя включает экосистема интернет-вещи вот собственно сама вещь она взаимодействует сенсорами в данном случае это вычислительное устройство взаимодействует нас сенсорами потом исполнительными устройствами приводами у нее внутри реализован какую-то систему управления вот и по результатам некоторого действия вот это вот устройство в интернете оно должно взаимодействовать ну с серверами там с интерфейсом пользователя ну то есть информация на сама по себе редко бывает что обрабатывается исключительно внутри вот по сути говорят микроконтроллера да то есть системы управления но она какой-то тот или иной результат она все равно выдает в сеть в принципе всю эту систему таких модулей интернет things можно назвать системой умных объектов smart object они могут воспринимать информацию из окружающей среды интерпретировать состояние среды ну если мы эту систему рассматриваем как динамическую систему у них должна быть какая-то ну какой-то определенный уровень самонастройки то есть адаптации к этой самой окружающей среде и она должна взаимодействовать с другими объектами с целью обмена информацией одним из объектов естественным образом выступает человек соответственно взаимодействие делается через интерфейс пользователя но собственно что мы видим здесь вот на картинке человекомашинное взаимодействие вот основной способ это взаимодействие называется явное то есть explicit на и взаимодействие когда через интерфейс пользователя мы где вообще через какой-то интерфейс мы вводим в некоторый точной набор информации она внутри обрабатывается и и выводится тоже в виде какого-то конкретного вывода вот это определение что такое а человекомашинное Это дисциплина, которая заинтересована в разработке дизайна, оценке и реализации интерактивных человекомашинных интерфейсов, а также изучает различные феномены, окружающие вот это человекомашинное взаимодействие. Здесь показаны примеры не очень удачных интерфейсов пользователя. На картинке слева мы видим два выдвижных ящика, которые не могут выдвинуться до конца из-за того, что мешают их ручке. То есть имело бы смысл, например, сделать потайные ручки для этих ящиков. Второй вариант – замочная скважина, которая находится позади ручки открывания двери. То есть тут фактически невозможно вставить ключ. То есть это о чем говорит? О том, что интерфейсы пользователя должны быть достаточно продуманными. Вот еще они очень удачные интерфейсы из повседневной жизни. То есть надпись на карандаше идет от той стороны, которую мы затачиваем. Может быть, конечно, это специально было сделано, из-за того, чтобы в процессе заточки менялось содержимое этой записи. То есть тот смысл, который внесен. То есть здесь слишком крутой, чтобы... Ну тут можно перевести двояко. Наш первый вариант – это изготавливать лекарства. Второй вариант – изготавливать наркотики. Здесь, если ту убрать, слишком крутой. Здесь будет надпись примерно интерпретироваться следующим образом. Крутой. Настолько крутой, что изготавливать наркотики. Здесь изготавливаю наркотики. Но здесь, соответственно, наркотики. Вот другой тоже не очень удачный интерфейс. У нас два крана. Ну вообще сам по себе неудачный. Я вообще не понимаю, как им пользоваться. То есть надо наполнять раковину сначала водой теплой, да? То есть из двух кранов – холодного и горячего. Это первое не очень удачное решение. Оно, кстати, повседневно используется в Англии. И вот здесь стоит табличка рядом с левым краном. Вот на нем, видите, буква H есть. Это hot. А здесь, соответственно, C – cold. То есть горячая вода, холодная вода. И тут еще дополнительное предупреждение, что здесь горячая вода. И вот как-то, по идее, человек должен их связывать друг с другом, что предупреждение именно для горячей воды. То есть для этого крана. Вот если мы будем смотреть с этого ракурса, да? То здесь мы видим, как бы, то есть вектор зрения нашего находится левее по отношению к центру раковины. И вроде как мы привязываем его достаточно однозначно. Но если мы все-таки будем ближе к середине, да? Наш вектор находится вот так вот. То он задвинется на середину, то есть вот в район где-то вот этой конструкции. То есть тут уже будет не так однозначно, где у нас горячая, где холодная вода. Вот еще несколько примеров. То есть мышь, которая заряжается через разъем, который находится на дне мыши. Или вот сообщение о том, что невозможно загрузить библиотеку, вот эту вот, V10L17FIF. Так, потому что файл не существует. И одновременно написано, собственно, почему он не существует. Потому что он был удален из библиотеки. Почему заранее нельзя было, например, проверить это во время компиляции. Совсем понятно. Вот еще парочка неудачных интерфейсов. Вы нажали неправильную кнопку. Эта кнопка не работает. То есть тут совсем непонятно вообще, что делать. Решение. Попробуйте другую кнопку. И тут всего одна кнопка. Ну, хотя это может быть там где-то сзади еще какой-то интересный интерфейс с несколькими кнопками. Ну, вообще непонятно, зачем тогда уже была эту кнопку изготовлена. Потому что любые элементы пользовательского интерфейса, они должны выполнять какую-то конкретную задачу. То есть при помощи них мы взаимодействуем с программой, управляем программой так, чтобы решать наши задачи. Значит, здесь окно, судя по этой иконке, она относится к Netscape, скорее всего. Довольно древний, да, Netscape, потому что, насколько я помню, я не ошибаюсь, Netscape был куплен компанией AOL. И вот тут надпись гласит следующее, что файл с таким именем уже существует. Ну, то есть мы начали грузить файл из интернета, а система операционная обнаружила, что такой файл уже есть. И вот он спрашивает, вы хотите возобновить операцию пересылки? И нажмите нет, чтобы переписать существующий файл и начать новую пересылку. То есть, ну, во-первых, использование клавиши нет для решения задачи довольно странный подход. Во-вторых, вообще-то, тут лучше было написать, что... То есть на этой кнопке нужно было написать конкретно, там, Resium или Abort Transfer. Ну, не переобозначать кнопки в данном случае. Почему, вообще говоря, необходимо разрабатывать эффективные Human-Computer Interaction системы? То есть системы человека-машинного взаимодействия. Ну, свойства интерфейса, они влияют на эффективность работы с программой, там, ну, или с устройством, или с системой какой-то, да, вычислительной. Влияют на продуктивность, например, ну, вот, я не любитель, например, Word, да, почему? Потому что большинство операций выполняется при помощи меню, для этого нужно использовать мышку. А пока мышку, там, подгонишь до нужного меню, тратится достаточно много времени. И вот редакторы, например, со встроенной командной строкой, в которую можно перейти к какой-то специальной комбинации клавиш, вот, и в этой командной строке можно вводить команды, то есть не вспоминать значки этих команд, да, а именно вводить. Ну, а что особенно касается редких команд, то такой редактор, мне кажется, наиболее, ну, более продуктивный, чем именно основанный на элементах графического интерфейса. Но, опять же, с другой стороны, если мы настроим панель кнопок, да, с наиболее часто встречающимися командами редактора, то понятно, что если мышка будет находиться вот в этой верхней области, если мы вводим с клавиатуры текст там где-то посередине, то это, в принципе, достаточно будет быстрый интерфейс. Ну, и также нужно, естественно, комбинации клавиш запоминать. Конкретно, например, Ctrl-C, Ctrl-V и так далее. Значит, влияет на мораль. Ну, то есть, тут вообще, игра, сложно комментировать, то есть, можно создавать такие интерфейсы, которые могут смущать некоторых пользователей. Ну, и надежность в широком смысле, то есть, это... То есть, надежность в широком смысле, то есть, и защита информации, и аутентификация пользователя, авторизация пользователя, удобный ввод информации, который приводит, например, к тому, что именно актуальная информация вводится через пользовательский интерфейс. То есть, плохие интерфейсы, они расстраивают пользователя. Ну, то есть, не дают ему удобно взаимодействовать с системой. Camberstone, не помню, как он приводится в словаре, посмотрите. То есть, тратится много времени на взаимодействие с системой. Ну, например, это оформление вордовских документов для профессионалов. И не является информативными. То есть, непонятно, какую часть, что выбивать, в каком формате информацию туда представлять. И приводит к ошибкам работы программы. То есть, неправильные данные, если мы вбили в систему, то ненадежные алгоритмы, естественно, могут или алгоритмы программы могут создать исключительную ситуацию. Которая, если опять не обработаны эти исключительные ситуации, то программа выходит и дальнейшие его сервисы уже не предоставляет. Значит, элементы интерфейса. Вот это клавиатура, мышь, экран. Различные динамики, через которые можно проигрывать звук. Ввод при помощи пера. Тачскрины. Можно при помощи голоса информацию вводить. Также жесты, движения, анализ, движения зрачка глаза. Ну, то есть, системы, управляемые движением глаз. Интерфейсы, состоящие из нескольких элементов. Ну, то есть, одновременно анализируются жесты, голос, движения глаз. Ну, кстати, вот, тоже относятся к ним и мультимодальные интерактивные интерфейсы, которые не только позволяют вводить информацию, но и одноременно вводить эту информацию и смотреть, как на нее реагирует пользователь. Вот эта вот реакция, она тоже является входной информацией. Значит, пропустил я тут виртуальную и дополненную реальность. Ну, знаете, сейчас очки производят, да? Вот, в предыдущем слайде было. Вот, как раз, элемент виртуальной реальности. Ну, и устройства, которые мы можем носить конкретно на нашем теле. Ну, различные датчики. У многих сейчас есть часы, которые считывают пульс человека, а некоторые даже умеют давление мерить. Ну, и когда интерфейс пользователя разрабатывается, естественно, к нему вырабатываются требования. Вот они, эти требования классифицируются по простоте использования, гибкости. Ну, гибкость, простота использования, значит, что нам не нужно предварительно готовить пользователя для взаимодействия с программой. Гибкость интерфейса, это означает, что при помощи одного и того же интерфейса мы можем решать более широкий класс задач. Например, опять же, взять этот Word, да? То есть, Word позволяет не просто текст вводить, но и определенным образом различные атрибуты к шрифтам прикручивать. Ну, то есть, жирность, там, наклонность, размер шрифта, как по центру, ну, и тому подобное. И все это можно делать при помощи мыши, да, там, и клавиатуры. Значит, точность, ну, здесь характеристика, которая позволяет обеспечить именно ввод информации в том виде, в котором подразумевает пользователь. И плюс еще актуальную информацию. Ну, пример неточного, пример неточности, например, у нас мы информацию передаем периодически, да, там, какой-то, скажем, один раз в день. Ну, там, о состоянии, например, бухгалтерской системы. Вот, а для того, чтобы ввести эту информацию, нам требуется два дня. То есть, не очень прикольно, да, получается тоже. Мы никогда не успеем актуализировать нашу систему. Ну, немножко утрированный пример. Ну, про сейфти я уже говорил, да, какие аспекты там есть. Ну, и правеси, это... Ну, пример вот этого аспекта, это ввод пин-кода в банкоматах. То есть, нужно сделать интерфейс таким образом, чтобы вводимая информация пользователям не была доступна, ну, каким-то другим пользователям, другим агентам. Ну, вот один из примеров такого активно развивающегося класса интерфейсов, это тачскрины. Вот это вот, насколько я понял, это некоторый планшет или телефон с системой отладки приложения, реагирующего на действия пользователя через тачскрин. Вот, а слева это, насколько я помню, из рекламных проспектов, это интерфейс для операционной системы Windows, реализованный для больших экранов, размером больше, чем 27 дюймов. То есть, сам экран, это небольшой экран, очень удобно использовать для того, чтобы, например, карты какие-то рисовать, там, или вот сети взаимодействующие. Вот эти вот конструкции, которые они в руках держат, не знаю, как они устроены, но их суть в том, что мы можем к экрану их подносить, они, значит, на экране остаются, и при помощи этих конструкций можем определенные точки обозначать. То есть, управлением движением руки, да, вот эти вот gestures. То есть, управление жестами. Один из самых распространенных устройств управления жестами было реализовано для игровой приставки Sony, по-моему, да? У нас даже была пара дипломных работ в госуниверситете. Одна из работ это управление жестами во время презентации. Вот девушка свою работу представляла как раз махая руками, или маша руками, как правильно по-русски. То есть, придвигая руку вправо резким движением, значит, она вверх стала, листала следующий слайд. Вот пример интерфейса, который отслеживает движение глаз. То есть, по соотношению расстояния между базовыми точками на глазу, можно примерно определить местоположение, в которое пользователь смотрит. Ну и вот, чтобы считать информацию о глазах, да, необходимо, чтобы на компьютерах стояла камера. в 2004 году я как-то ездил на конференцию в Лозанну, вот, и там как раз одна молодая японка представляла как раз один из вариантов таких систем управления глазами. Значит, ну, вот это, скорее всего, имеется в виду, что для систем виртуальной дополненной реальности на определенном этапе нам нужно обучать роботов, то есть, вот рука робота, а это человеческая рука, движением, которые для человека являются естественными. И вот, каждый палец, он человеческий привязан к пальцу с робототехническому. И для того, чтобы обучить, значит, человек делает определенные жесты, и система записывает последовательность. Рука человека вообще довольно такая интересная интерфейсная часть, то есть, она не только интерфейс, то есть, можно что-то там ощукивать, но и является исполнительным устройством, приводом, имеющим 19 степеней свободы. И вот, представляете, как сложно эту систему запрограммировать для робота, чтобы она была естественная. Вот это называется тактильный интерфейс, Haptic. Дополненная реальность, но это такой способ взаимодействовать с окружающим миром, где мы к картинке, которые воспринимаются нашими глазами, можем еще добавить изображение из информационной системы. Вот тут, например, идем вдоль улицы, и система нам показывает, что в определенном месте находится магазин часов. Здесь где-то ресторан есть, здесь магазин кофе. Другой вариант применения дополненной реальности это ремонт оборудования. При помощи дополненной реальности мы можем заглянуть внутрь нашего ксерокса и примерно оценить геометрические размеры той или иной детали. Ну и это всем известная игра Pokemon Go, я ее ни разу не запускал. Так что также дополненная реальность используется очень широко для моделирования трехмерных объектов, то есть там двигателей и других вещей. Wearable Computing, то есть устройство, которое можно носить на своем теле, то есть на одежде, вот на голове например, вот здесь находится маленький проектор, который проецирует на очки изображение. Таким образом мы можем дополнять реальность. Ну или вот это вот сколько тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 кнопок. Вообще говоря, клавиатуру с этими 105 клавишами можно заменить клавиатурой из 5 клавиш. Но при этом, когда мы букву вводим, какую-то, нам нужно несколько пальцев нажимать одновременно. И вот такая система ввода, она вообще говоря быстрее намного клавиатуры. Но с точки зрения удобства использования, она все-таки требует некоторого времени на обучение пользователя такой клавиатуры. Ну и также такая же система можно использовать как что-то вроде тачскрина, как предыдущий вариант тактильного интерфейса. Задача интерфейса именно некоторым оптимальным образом или образом близким к оптимальному ввести информацию в нашу систему программную. Ну и вот в настоящее время очень активно уже молодые люди используют интерфейс на основе распознавания речи. То есть для взаимодействия между людьми использование голоса это вполне естественный метод передачи информации. Более то он достаточно быстрый. Понятно, что можно запрести какие-нибудь интерфейсы передающие информацию из одного мозга в другой. Но известно, что мозг у нас не может обрабатывать информацию больше, чем там буквально несколько сотен символов в секунду. Ну из-за устройства нейронов. И причем это очень сильно не зависит от количества нейронов вообще от уровня распараллеливания. Поэтому использование голоса вполне естественный метод взаимодействия. Но для программных систем он достаточно сложный в реализации. Тем не менее в настоящее время уже много сейчас рекламу смотрим много различных контор продают устройства для управления окружающей средой. Типа как повышение уровня ума дома. То есть смарт-хаус все фирмы выпускающие операционные системы сейчас активно развивают человекомашинный интерфейс на основе распознавания речи. У меня первый опыт использования такой системы был в 1900 где-то в 2000 году. Тогда вышла операционная система OS 2 варп на четвертой версии от IBM и там был достаточно неплохой интерфейс. Но для того, чтобы он работал эффективно нужно было обучить в своей мере произношения. Тогда микропроцессоры были не очень мощные это раз, а во-вторых не было еще в помине вот этих облачных сервисов. То есть когда какие-то внешние вычислительные ресурсы и ресурсы хранения могли быть использованы для решения своих задач. Поэтому система была локальная и требовала настройки на пользователя. Дня 3 я с ней поэкспериментировал. то есть специальная программа выдавала на экран слово я должен был произнести на английском языке это слово и если она распознавала его она его закрашивала. Эффект оказался очень интересным потому что после этого я поехал в Китай делать первый свой доклад на английском языке вот и в конце доклада точнее во время очередного банкета китайцы мне сказали что я не похож на русского я говорю почему у тебя очень хорошее английское произношение ну то есть система вот этой адаптации она помимо того что адаптировалась еще моя манера произношения английских слов улучшилась настолько что меня было трудно отличить от носителя английского языка сейчас у меня конечно не такое хорошее произношение как тогда было другая проблема это некачественные микрофоны да то есть некачественная вот эта система оцифровки звука в компьютерах вот для того чтобы записывать лекции я спаял себе специальные предусилитель который питается от аккумулятора но чтобы минимизировать количество шумов возникающих при работе источника питания вот а раньше мои первые лекции были конечно ужасного качества приходилось вставить фильтр при этом сильно голос скажался либо оставлять шумы как есть но тогда слушатель фактически все время слышит шипение вот поэтому необходимо чтобы вот эта вот аппаратная часть она была достаточно высокого качества и это повышает сразу же качество распознавания речи ну и вот когда вы появились смартфоны у них как раз такой предусилитель есть внутри смартфона звук достаточно качественный вот и фактически все ну понятно что все смартфоны являются по сути телефонами этот микрофон содержит ну и вполне естественным стало использование внутри смартфонов системы распознавания вот с точки зрения качества распознавания тут естественно много вопросов к нему вот пример нам мне нужно спрятать тело и система ну распознавание понятно она каждое слово распознала вот как ответить на вопрос то есть что делать чтобы спрятать тело система предлагает что можно использовать различного рода резервуары в том числе различные металлические конструкции шахты ну и в том числе и болота то есть вопрос возникает почему именно такой набор решений был предложен для того чтобы решения были адекватные ну то есть релевантные поставлены задачи необходимо использовать контекст вот так называемый то есть вообще говоря о чем речь идет какой вид тела нужно спрятать может быть это имеется в виду какой-нибудь трехмерный интерфейс и хочется спрятать одно тело за другим телом ну и вот этот вот успех распознаваний да настоящий который он базируется конечно в большей степени на использовании облачных технологий которые появились в конце 2000-х годов он позволил в настоящее время уже создавать коммерческие устройства вот в России они стоят порядка 4000 одно такое устройство хотя на самом деле я бы больше 500 рублей за него не отдал то есть продается в основном именно вот этот сервис вообще можно взять микроконтроллер ну я так оцениваю примерно микроконтроллер там ESP какой-нибудь 32 второй серии поддерживающий Wi-Fi к нему прикрутить модуль с микрофона с микрофоном он продается с предусилителем как раз делает систему оцифровки и передачи информации к вам на компьютер он компьютер естественно эту информацию передает в облако там эта система распознает и обратно по этому же Wi-Fi канала передает ваше устройство ответ то есть нужно чтобы еще был цифр аналогов преобразователь желательно качественный чтобы звук был качественный и не как у китайских игрушек то есть в принципе ну с учетом работы ну тысяча наверное рублей само по себе это довольно ну да ну корпус конечно да корпуса придется тоже каким-то образом разрабатывать либо взять какую-нибудь банку из пагментов в принципе этого достаточно ну да ладно ну вот для чего эти устройства можно использовать ну включать выключать свет переключать каналы телевизора запускать например робот пылесос можно для этого нужно если пылесос не поддерживает голосовые команды то надо какой-то тоже к нему интерфейс прикручивать самый простой способ описанный был в одном приемном технике управление устройствами использование калькулятора то есть у калькулятора есть индикатор который показывает цифры вот можно было припаяться к ножкам этого индикатора сделать там логическую схему управления путем набора определенных цифр можно определенной комбинацией этих устройств исполнительных использовать ну для чего-то там то есть один из интересных примеров был это управление единственной игрушкой в советском союзе была единственная игрушка программа управляемая это лунный вездеход он на самом деле являлся клоном тоже американской системы одной но у него проблема была в чем что программа у него вводилась именно при помощи кнопок на корпусе некоторые хотели эту программу вводить например с калькулятора передавать по радио вот один из способов как раз использован калькулятором качестве программной системы то есть это проблема управления удаленного она довольно давно уже ну вот на этом слайде показано что у всех провайдеров операционных систем и даже вот amazon но amazon они проводят не операционную систему они как раз клад провайдеры обеспечивают работу облачных сервисов у них есть у каждого фактически система распознавания речи много кстати студентов ну один по крайней мере в год у нас на кафедре защищает работу связанную с разработкой навыка для Алисы это система по-моему от Яндекса вот управление или там помощь в самой оригинальности которую я заслушивал это система позволяющая упрощать работу повара то есть первый запрос что там Алиса у меня вот есть некоторый набор ну набор естественно перечисляется продуктов и вопрос что из этих продуктов можно приготовить ну она там выдается скажем пять каких-то вариантов дальше голосом определяется выбор то есть что мы готовить будем ну и следующий момент Алиса начинает диктовать вслух какой последовательности каком объеме нужно производить манипуляции чтобы исполнить этот рецепт то есть не нужно смотреть смартфон просто слушаешь давешь команду что типа следующий этап довольно интересная простая задача и вот довольно интересное эффектное решение вот с этих слайдов начинается анализ различных свойств связанных с принципом дизайна интерфейсов пользователя первые это вседоступность то есть интерфейс пользователя не должен различать пользователей каким-либо образом там по полу возрасту расе и тому подобное гибкий в использовании то есть он должен адаптироваться об этом кстати будет еще дополнительная информация связана с контекстами значит простота и интуитивность использования то есть пользователь должен соответствовать тому как не пользователь интерфейс естественно номер соответствует тому как пользователь воспринимает работу с этой самой системой но самый простой интерфейс это гуг легко систем очень сложная а у нее всего одна строка, и мы там вводим запрос, либо его, значит, наговариваем через языковой интерфейс и получаем ответ в виде набора ссылок, то есть, ну, что еще проще можно придумать. Поддерживать различные языки, естественные, literacy skills, что-то я задумяюсь как это перевести, ну ладно, пропустим. И, вообще говоря, нужно, чтобы был какой-то способ от пользователя получить обратную реакцию. Ну, например, разработчики во всех приложениях, да, Android, как правило, строенная система, которая оценивает сервис. Значит, нужно пользователю предоставлять различные способы ввода одной и той же информации в той или иной форме. Ну, например, в Word, если мы документ опять же готовим, у нас есть несколько способов представить. То есть, в виде текста, линейно он называется почему-то HTML, не знаю, почему так называется, точнее, веб-страница, да. Второй вариант – это с разбивкой по страницам, то есть, what you see is what you get, то есть, то, что вижу, то и получу. То есть, модель страницы распечатаны, да, уже, и третий вариант у них сейчас остался, будет еще четвертый, но третий – это редактирование структуры документа. То есть, там абзацы уже не видно в этом режиме, но хорошо видно его структура, то есть, заголовки, различные перечислимые списки, и вот можно уровень каждого элемента там регулировать. И он будет, соответственно, перенумеровываться. Ну, фактически, это мы настраиваем документ с точки зрения содержания его. Значит, интерфейс должен каким-то образом реагировать на ошибки, потому что человек, он, одно из главных свойств, он постоянно что-то делает не так, не так, как предполагалось. Ну, вот, то есть, минимизировать ошибки, связанные с mistakes. Mistakes – это ошибки вида «что-то на что-то поменял» либо «не так понял», да. Удалять потенциально сложные ситуации, ну, то есть, интерфейс должен быть простым, да, и не вводить в заблуждение пользователя в процессе. И какие-то элементы, связанные с возможностью что-то испортить в системе, обязательно нужно каким-то образом… Ну, то есть, пользователь должен быть предупрежден, потому что некоторые действия могут привести там к расстройству системы. Ну, особенно это касается интерфейс пользователя-администратора. Интерфейс пользователя должен от пользователя требовать минимальное количество энергии на то, чтобы вывести данные. Ну, то есть, у вас там интерфейс управления жестами, вот, пользователь не должен уставать в конце работы с такой системой. И, ну, желательно, чтобы повторяющиеся действия были минимизированы, особенно это касается работы головного мозга. То есть, у меня, например, я не могу одну и ту же работу делать больше там определенного времени, ну, где писить просто начинает, либо, когда расписываешься в зачетках, да, непрерывно, рано или поздно какую-нибудь другую подпись поставишь, не похожую на свою. Расположение интерфейса, да, должно давать возможность максимальному количеству пользователей, ну, желательно всем этим интерфейсом пользоваться. Ну, то есть, если какой-то… Ну, вот, если вот глазок, да, берем на двери, тоже же интерфейс. Правда, не программный, но интерфейс на ту сторону двери, да, он должен находиться на уровне глаза, да, чтобы не надо было приседать, тянуться к нему. Ну, аналогично здесь тоже самое. Вот, бывают варианты, что размер интерфейса меняется. Можно поставить два глазка, например, на дверь, да, то есть, для детей, которым, в принципе, правда, нельзя открывать дверь без разрешения. Ну, тем не менее. Ну, или же, опять же, выделять определенную комнату для работы с устройствами. Ну, типичный пример – это комната в супермаркете, например, где размещаются банкоматы. Ну, или ситуационная комната. Ну, это комната обычно, она присутствует в правительствах, да, в зданиях правительства для того, чтобы принимать решения. Там показывается вся информация о состоянии, например, Иркутской области. Ну, то же самое управление военными действиями. То есть, можно на один экран вывести состояние какой-то части фронта с данными и быстро принимать решения о переброске войск туда-сюда. Есть специальные законы, которые заставляют для каждой системы разрабатывать также варианты интерфейса пользователя для людей с ограниченными возможностями. То есть, например, плохо видящих, слепых, либо какой-то цвет они, если могут не видеть, ну, дальтоников. Плохо слышат, совсем глухие, либо совсем плохо. Не перемещаются так же, как обычные люди. Либо некоторые проблемы с скоростью обучения, например, дислексия, либо дефицит внимания. Для решения этих проблем нужно создавать устройства, являющиеся альтернативами обычной клавиатуре мышки. Использовать различные кодирования при помощи цвета, менять размер шрифтов, контраст. В веб-страницах используются дополнительные расшифровки содержимого изображения в виде текста для того, чтобы системы преобразования текста в голос могли проговаривать. Увеличение части текста, ну, собственно, системы преобразования текста в голос и распознавания голоса. Также мышки, монтируемые на голову. Ну и управление глазами. Для более взрослого поколения людей, у которых может быть уменьшены возможности по передвижению, восприятию, получению информации через слух, скорости усвоения, проблемы с некоторой памятью. Ну и также другие дополнительные требования, связанные с необычным восприятием. Это, ну, человек, например, очень плохо осваивает новые технологии, у него очень мало опыта работать с новыми технологиями. И нету возможности получить новую информацию такую, чтобы вот это вот усваивание можно было бы как-то развить. Ну, то есть, трудно создать такую ситуацию, где бы это могло как-то ему помочь. Ну и мало опыта именно в решении каких-то сложных задач накоплено к такому возрасту. Ну и здесь, в принципе, можно создавать системы на каких-то простых манипуляциях, в частности, использованием тачскринов. Тоже большой фонд, громкий звук, использование движения, всяких разных жестов, голос. Ну и использовать множество способов восприятия для взаимодействия с интерфейсом. Выше мы рассмотрели системы, представленные вот этой вот моделью, но на самом деле есть еще обобщение этой модели, где используется контекст. То есть, мы не просто взаимодействуем с программой, но наше взаимодействие еще зависит от различного состояния. Состояние пользователя, состояние физической среды, состояние вычислительного процесса, ну то есть вычислительной системы. Ну а также накопленной историей взаимодействия интерфейса с пользователя, с этой вычислительной системой. Это так называемые контекстно-зависимые системы. А что такое контекст? Ну, кто объектно-ориентированное программирование изучал, то в качестве контекста метода, метода экземпляра, например, является сам экземпляр. То есть, набор полей и их значений конкретного экземпляра, которые как раз определяют, что вычислит метод, связанный с ним, функция. Контекстом текстового редактора Word является редактируемый документ. То есть, в зависимости от содержимого этого документа он так или иначе будет отображаться. Но при взаимодействии с интерфейсами пользователя, то контекст определяет, собственно, тем, кто является пользователем. Да, то есть, пользователь зарегистрировался, так в системе появилась в нем информация. Эту информацию можно использовать для того, чтобы что-то менять в интерфейсе, либо там настраивать какие-то алгоритмы. Место расположения нашего учислительного устройства, например, время. Вот, вы же знаете, да, что в сотовых телефонах, то есть, на смартфонах для большинства пользовательских интерфейсов есть переключение. Светлую и темную тему у нас зависит как раз от времени. Можно автоматом ее поставить, просто узнать, сколько сейчас времени, когда восход, когда заход солнца и в зависимости от этого поменять тему. Значит, среда физическая, ну, вообще какая-то в общем смысле среда. Эмоциональное состояние, потом фокусировка внимания. Ну, если вот смотрим на экран, да, у нас много окон. И вот то окно, которое мы мышкой ткнули, это вот есть фокусировка, да, внимания там, ну, или фокусировка окна. И операционная система как раз она обрабатывает, то есть передает сообщения с клавиатуры с мышью именно в это окно. Ориентация, всякие разные установки пользователя, да, то есть настройки интерфейса, настройки приложения, настройки учительной системы. Потом календарные события некоторые, ну, то есть мы ожидаем чего-то, что должно произойти, и об этом информация выдается на экран. История просмотра веб-страниц, различные шаблоны поведения, это вот для интеллектных больше систем с адаптацией. Мы наблюдаем за пользователем и пытаемся, значит, к его свойствам адаптироваться. Различные взаимоотношения между объектами, да, ну, в частности. Перечень людей в телефонной книге, если там обозначены родственные отношения, их тоже как-то можно учитывать. Ну, и также другие элементы пользовательского интерфейса, в которых компьютер хранит информацию об их состоянии. Ну, или там, элементы вычислительной системы. Ну, это то, что касается истории. В чем актуальность использования вот этой контекстной информации? Ну, прежде всего, мы можем настраивать интерфейс определенным образом, так, чтобы, скажем, предстоящие события, самое важное, показывались в первую очередь. Ну, есть такой эффект, известный психологический, называется эффект границы. То есть, если перечислять человеку, ну, какие-то интересные факты, то он, скорее всего, запомнит либо первый, либо последний, либо первый и последний. Потому что в этот момент концентрация внимания относительно контекста максимально. Аналогично можно анализировать, ну, скажем, некоторое поведение человека и, в зависимости от времени, настраивать интерфейс. Например, человек собрался пойти на ланч, на обед, например. Он вообще пошел поесть, да, и, в зависимости от времени, мы должны предоставить ему информацию о том, где у нас завтраки, обеды и какие они там бывают, какие бывают ужины. Тут, правда, я прямой связи не вижу с интернетом. Вот, данный слайд, но, тем не менее, тоже имеет место. Вот, поездка на интервью с целью получения новой работы. Возвращение домой и построение планов на вечер, шоппинг, туризм и подобные вещи. То есть, в зависимости от... Вот этот контекст определяет, каким образом мы будем представлять информацию пользователя. Значит, есть контекстная информация, которая элевантна в задаче, да, есть контекстная информация, которая может быть использована дополнительно, но она не является несущественной. Ну, вот и выделяет, соответственно, вот эту несущественную часть, вот здесь вот таким вот обранно нарисовано, а здесь существенная часть. Вот, если рассматривать задачу покупки билетов, там, на автобус, например, то важно вообще говоря, точно знать, это номер идентификатора, в общем, покупателя. Ну, скажем, есть некоторая система, которая продает билеты зарегистрированным пользователям. И накапливается информация о составе его семьи. Едет он семьей или едет он без семьи. От этого зависит номер количества пассажиров, ну и, соответственно, количество билетов. Вот, а другие, другую информацию, то есть место расположения, текущее нашего заказчика, да, и какое у нас время, это не сильно релевантная информация. Ну, поэтому мы можем определить, что мы не можем продавать билеты на прошлые даты. Ну, а эта информация может быть использована, например, ну, когда билеты продавали в виде физических объектов, то есть бумажный билет, это можно было написать, где билет можно было получить, но сейчас это, опять же, не актуально. Ну, и вот таким образом контекстом называется любая информация, которая может быть использована для характеристики ситуации вокруг некоторой сущности. Ну, например, в качестве такой сущности может выступать человек, место, объект. И вот эта сущность, она должна быть релевантна, но с английского переводится по-разному, потому что первое – это актуально, второе – именно релевантно, то есть имеет определенный смысл во взаимодействии вот этого пользователя и приложения, включая самого пользователя и приложения. Контексты бывают, соответственно, внешними по отношению вычислительной системы, да, ну, и интерфейса, и внутренней. Ну, первое имеет физический смысл, и их состояние, да, можно измерять при помощи датчиков, да, то есть hardware sensors, например, это место расположения, освещенность, уровень звука, перемещение, касание, температура, давление воздуха и тому подобные вещи. Внутренний контекст – это логический, да, то есть под логикой вычислительных систем он понимает, ну, функционирование самой системы, да, взаимодействие между объектами, ну, и, вообще говоря, состояние объекта, то есть набор конкретных значений в ячейках памяти. И вот эти значения, они в большинстве случаев определяются пользователем. Ну, или тем набором событий, которые через интерфейс попали в систему. Ну, и пример логического внутреннего контекста – это цели, которые пытается достичь пользователь, используя эту вычислительную систему. Задачи, вот, контекст его взаимодействия с системой в широком смысле, да, бизнес-процессы, ну, и также эмоциональное состояние человека. Вот, картинка, показывающая контекст. То есть вот человек сидит вроде с компьютером, да. Вот, если мы откроем дополнительное пространство, то есть его среду, мы увидим, что он не просто работает, а он находит в состоянии какого-то интервью. То есть смысл картинки значительно поменялся. Ну, и вот использование контекстной информации позволяет, например, настраивать интерфейс, ну, в данном случае экран устройства, его ориентацию, вот, часы, ну, современные наручные часы, электронные на микроконтроллерах, ну, то есть фактически являющиеся смартфонами, они проявляют свое изображение, если пользователи поворачивают руку. То есть гравитационный сенсор воспринимает изменение вектора силы тяжести. Ориентация определяется использованием гироскопа и акселерометра. Ну, вот еще один типичный пример, когда переключается как раз яркость свечения экрана смартфона. Для этого, значит, есть два сенсора, это камера, одно и сенсор уровня света. Ну, там, в зависимости от модели, в данном случае. По-моему, это iPhone, ну, в общем, неважно какой. Вот анализируется освещенность и камера, данные с камерой. Мы можем примерно оценить уровень освещенности и переключить автоматический уровень излучения от экрана. Ну, знаете, что самый потребляющий энергию элемент, ну, то есть устройство смартфона, это экран. Чем тусклее он светится, тем меньше энергии потребляет. Ну, и также, вот, контекстную информацию можно использовать при решении задач поиска пути на планарном графе. Ну, то есть поиска конкретного пути для перемещения объекта, ну, в горне, например. Да, то есть мы при помощи GPS-сенсора определяем свою текущую ситуацию, месторасположение, и от текущего месторасположения до целевой точки можем строить путь. Для того, чтобы его построить, нам нужно это месторасположение каким-то образом узнать, либо через... спросить у пользователя, либо, вот, может, узнать его месторасположение по GPS. Ну, вот, установка временной зоны, ну, то есть расположение меридиан, расположение пользователя, и в зависимости от этой временной зоны мы можем определять то время, когда можем включать экран, ярко, когда можем выключать, аналогично включать-выключать смартфон. При помощи сенсора приближения смартфона к мерлицу пользователя можно отключать тачскрин, так, чтобы при касании, например, щеки, щекой, то есть смартфона, смартфон уже не реагировал, ну, то есть не переключался там, не сбрасывал звонки. Значит, какие существуют проблемы при разработке пользовательского интерфейса? Ну, например, недостаток информации о контексте, да? Причем, ну, не только ее недостаток, но и недостаточная обработка. Бывает так, что информации достаточно много, но не хватает в системе правил ее обработки, и в результате принимается неправильное решение. Может быть, наоборот, то есть информация, она очень сложная, да, и в том числе большое количество вот этих правил обработки информации не приводит к большому интеллекту. Ну, короче, все зависит от того, какие, вообще говоря, конкретные возможности есть у устройства. То есть, например, если мы разрабатываем интерфейс какой-то для смартфона, да, то не на всех смартфонов могут иметься все необходимые нам датчики для принятия решения. То есть, кое-что нужно спрашивать у пользователя. А это значит, что интерфейс должен каким-то образом адаптироваться. Ну, и это, соответственно, усложняет поддержку нашего программного продукта. Проблема в некоторой задаче очень трудно решить без включения человека в так называемый цикл управления. Ну, то есть часть, где решение принимает непосредственно сам человек. Но когда мы его туда вносим, появляется проблема того, что человек же не действует алгоритмически. И тогда существует ненулевой риск возникновения ошибки. Ну, то есть внесения в систему ошибки самим человеком. Ну, а другая альтернатива – это, получается, разрабатывать сложные интеллектуальные системы, тоже адаптирующиеся. Но их, понятно, что очень сложно разрабатывать и сложно сопровождать. Разработка программного вот этого продукта или программно-аппаратного продукта связана с тем, что нужно анализировать большое количество возможных источников информации, ну, вот, sensing, и как-то агрегировать, строить вот эти правила, создавать еще более сложные правила. Ну, это, в принципе, вполне естественно для любой системы более-менее умной. Privacy – то есть обеспечение безопасности данных, неутечки этих данных, процесс использования системы и интерфейс пользователя. Настройки пользователя – то есть какие они должны быть, что они вообще конкретно должны собой отображать. И вообще нужны ли они там, или их можно автоматом некоторые создавать. Все эти вопросы нужно рассматривать. Ну, и в конечном счете это может перевести к эффекту Information Overload. Например, какой конкретный пример, что у вас есть микроконтроллер, он решает какую-то задачу, вы усложняете решение этой задачи, путем добавления каких-то новых функций, и потом оказывается, что памяти уже не хватает, и возникает желание заменить один микроконтроллер на более дорогой. Ну, то есть какие-то дополнительные материальные заплаты, потом адаптация программного обеспечения уже к новому микроконтроллеру. Либо пользователь уже перестает воспринимать систему нормально, начинает нервничать от того, что слишком много от него требуется. То есть купи новый смартфон, либо там введи какие-то дополнительные данные о себе. Ну, в общем, вот эти все вопросы, они должны быть на том или ином этапе, но желательно как можно раньше быть рассмотрены. Ну, по собственному опыту разработки программных систем для потребителей, да, у меня не очень большой опыт, но так как я ученый, я люблю анализировать полученные результаты. Я пришел к поводу, что интерфейс пользователя, это, вообще говоря, наверное, самая важная часть системы, даже, наверное, больше, более важная, чем те математические модели, которые мы встраиваем в программную систему. То есть, если пользователь не захочет работать с программой, но работает, то есть взаимодействует с программой, он через интерфейс пользователя, то никакими там силками вы его туда не завлечете. Ну, единственный способ, конечно, есть еще дополнительный, это какое-нибудь управляющее организационное воздействие, ну, то есть прийти к директору конкретного предприятия и попросить, чтобы волевым решением человека просто заставили работать с этой системой. Поэтому, общее правило такое, что интерфейс пользователя должен быть таким, чтобы человеку хотелось работать с этой программой. Ну, еще бывает вариант интерпретации этого правила, что даже если интерфейс очень хороший, туда все можно вводить, удобно все, но программа конкретному пользователю не нужна, то, опять же, какой резон ему эту программу использовать? Ну, обычно, например, на производстве бывает, что есть программная система, которая собирает информацию из разных источников. В качестве источника выступают люди, например, врачи, которые должны заполнять определенную форму при возникновении некоторого события. Причем, эта форма является дополнительной к, например, истории болезни. То есть, нужно тратить врачу дополнительное время на то, чтобы эту форму заполнить. А информация, накапливаемая в информационной системе, где эта форма функционирует, преобразуется в какой-то там годовой отчет, используемый начальством. Ну, там очень редко, например, раз в три месяца. То есть, много работников, например, врачей, тратят время на заполнение информации, при этом обратно они ничего не получают. Ну, никакой, то есть, ни сколько там они этих форм заполнили, ни количества информации, которую они там ввели, ни какой-то агрегирующей информации. То есть, им, в принципе, эта программа, она не нужна, то есть, мы просто вводим данные и что дальше. А начальство, оно данные не вводит, оно только получает отчет, там отправляет соответствующие инстанции. То есть, так вот, заставить работать с такой программой очень сложно пользователям. Ну, один из способов, естественно, это синтегрировать с тем, что есть, и попытаться максимальное количество информации импортировать между информационными системами. Это первое. Второе, разработать какой-то сервис, который позволял бы там оценивать продуктивность конкретного врача, да, именно, чтобы он сам мог по себе оценить эту продуктивность. Так что, вот, очень важный момент, это разработка интерфейса пользователя. Ну, надеюсь, было интересно. Спасибо за внимание. . . . . .